Добрый вечер, меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы Ужин для чемпионов, бизнес-тренер-коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг, эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abtraining.ru, телефон в Москве – 784-58-62, с кодом 985. Наша программа называется «Ужин для чемпионов». Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек, человек, который реализовал свою мечту. Я представляю нашего чемпиона, это композитор Алексей Шилыгин. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Андрей. И тема нашей программы – композиторское ремесло, творчество или конвейер. Уважаемые слушатели, наверняка в вашей жизни были какие-то случаи, похожие на то, что происходило в жизни Алексея. И я приглашаю вас звонить нам по телефону в студию 65 10 99 6, код города 495. Вы можете задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение, возможно, даже спорить. Вопросы можно также задать прямо сейчас на нашем сайте по адресу в интернете www.finam.fm Алексей, я внимательно ознакомился с вашим жизненным путем. Это очень интересный текст, он такой впечатляющий, занимает три страницы мелким шрифтом. Однако, я думаю, что было бы правильно, чтобы не я выбирал какие-то моменты в вашей жизни, а вы сами бы выбрали те моменты в вашей жизни, которые вы считаете наиболее важными, наиболее интересными, и рассказали бы о них нашим радиослушателям. Ну вот, для начала, то, как вы видите вашу биографию. Ну, вы знаете, моя биография, с одной стороны, складывалась, ну, так скажем, весьма стандартно. Мои родители, которые замечательно относились к музыке, мама жива, отец, к сожалению, сейчас уже 12 лет, как его, нету. Вот, они любители музыки, у которых, у самих не получилось, в общем, стать профессионалами. Вот, отвели мальчика в музыкальную школу, где у меня был замечательный педагог Рюмина Розаосина по фортепиано. Занимался я фортепиано. Вот, теперь в этой школе, значит, хорошо, у меня там все потом получалось, но сразу не складывалось. Вот, один педагог хотел вообще меня, типа, за профнепригодность убрать из школы, вот, потому что на сольфеджио, где надо быть очень внимательным, там есть такая очень сложная штука, писать музыкальные диктанты. То есть, вам играют мелодии, а вы должны ее записать. Я в это время смотрел в окно, интересно мне было, о чем-то в своем думал. И когда заканчивались проигрывания, что мальчик написал? Мальчик ничего не написал. Вот, и, в общем, но меня очень отставил мой вот педагог, это Розаосина Рюмина, как-то веря в мои силы. Заниматься я, занимался, в общем, очень так мало по фортепиано, вот, и как-то странно это все выглядело. В общем, вроде как я любил музыку, а с другой стороны и не занимаюсь, и какие-то большие существуют со мной проблемы. И вот только вот этот педагог в меня верил. И я в результате все-таки вдруг меня там в 12-13 лет, меня самого пробило. Я сам понял, что я хочу стать музыкантом, потому что я просто любил слушать музыку. Я ставил пластинки, мой отец был такой меломан, и очень много пластинок покупал, виниловых. У меня сейчас там остались много виниловых в коллекции пластинок, и я их как бы люблю. Вот. А тут я сказал, нет, я буду музыкантом. И вот, значит, сам занялся этим сольфеджио. Вот как-то с фортепиано у меня тоже все наладилось. По-моему, я даже неплохо играл. Сам с концертом Бетховена, музыкальная школа, все-таки это... И самое забавное, что, значит, теперь в этой музыкальной школе, знаменитой, замечательной просто, имени Палитова Иванова, ДМШ номер 31, я вешу рядом с Аллой Пугачевой, который у той же Розвездной Рюминой заканчивал по фортепиано. Вот у меня такой, кстати, вешу, да, портреты там, да, 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 да. Вот я говорю, вот, пожалуйста, смотрите, вот Пугачев. То есть школа может гордиться своими учениками. Ну да, 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 вешу я там, да. Вот. Потом училище. Училище имени Палитова Иванова, в котором, значит, прозанимался 4 года. Это была тоже такая очень хорошая пора, очень были замечательные педагоги. А потом консерватория, 5 лет, вот, я поступил на теоретико-композиторский факультет, где из меня, значит, прежде всего, как бы я поступал как музыковед, как теоретик. А я хотел... Тут у меня проснулось желание писать музыку. Как выяснилось, что, чтобы писать музыку, естественно, надо поступить кому-то в класс. Я очень хотел поступить в класс Николая Николаевича Сидельникова, замечательному композитору и замечательному педагогу, который выпустил очень много. А сейчас это надо кому-то поступить? Вот просто писать нельзя? Нет, ну вот, понимаете, ну надо же как-то... Вы же профессиональный музыкант. Да, но тогда-то еще все равно 18 лет, понимаете. Ну, хотелось какого-то все-таки, понимаете, там же нужно базовое образование. Метро. Метро, да, что-то спросить, там же посоветоваться как-то. Вот, но в результате не повезло, потому что Николай Николаевич Сидельников был тогда в опале, мне даже не дали с ним встретиться, завкафедры. Вот, и я стал думать, куда бы не деваться. И тогда все так делали. Я пошел к другому опальному педагогу, Дисону Васильевичу Денисову, вот, который преподавал инструментовку. Композицию ему было не разрешено преподавать. Ну да, потому что Денисов это такая фамилия, как и Губайдулина, как и Шнитке. Ну да, более того, по тем временам, ну как бы и сейчас он первый был авангардист, он возглавлял вот эту вот авангардную школу. В общем, практически такой диссидент от музыки. Вот, но все делали хитро, поступали к нему в класс инструментовки, и заодно и это... подучивались. Подучились. Но в результате, конечно, все равно это было такое образование, которое, прежде всего, давало, конечно, он инструментовку, а композицию мне пришлось уже какие-то вещи самому постигать. Это же тоже все такая вещь очень абстрактная и вкусовая, понимаете? Ну это понятно. Да, кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Есть определенные, конечно, музыка сродни математики, и это как бы банально звучит, это известная вещь, но это так и есть, потому что там очень много и вычисляется, и композиция, и форма, все это продумывается. Кстати, вот у Баха есть Бранденбургский, по-моему, концерт, да? Да. Который, ну многие искусствоведы говорят, что он написан не как творческое произведение, а скорее как математическое произведение, что Бах там просчитывал, и все это подчерено жесткой гармонией такой математической. Ну я хочу сказать, что это прежде всего, наверное, относится к такому его сочинению, как искусство Фуге, вы абсолютно правы, когда там просто чистые пропорции такие. Вот, это можно так сочинять, можно сочинять по-другому, вот, но все равно надо учитывать профессиональные, вот какие-то композиционные, формообразующие принципы в музыке всегда. Это, я говорю о технической стороне, я не говорю там о полете фантазии, фантазии, сейчас о вдохновении, я говорю о чисто практических таких вот вещах, которые, в общем-то, должно получать молодому композитору. То есть, основа структуры какие-то, да? Да, да, конечно, но в результате я так класс композиции не закончил, вот, потому что меня, потому что все-таки я так никому и не попал в результате, формально. И поэтому я закончил консерваторию, меня сразу забрали в армии, вот, в армии замечательно, я в горной пехоте отслужил в горах. То есть, вы не участвовали где-нибудь в оркестре, а вы играли? Там был такой оркестрик, вот, ну, конечно, этим как бы воспользовались, там было две вещи, там, значит, был оркестрик, в котором я бил барабан на разводах. Это выпускника консерватории, бить барабан на разводах. Да, а потом, значит, была такая еще замечательная вещь, когда как бы отбирали, там, на распределительном пункте, там, значит, там, кто музыкант? Я говорю, музыкант. А, понятно. А какой это музыкант? Я говорю, ну, я вот пианист, консерваторию закончил. Может, еще московскую скажешь, что закончил? То есть, никто не верил, что я в этих там горах там оказался, потому что, в общем, таких людей там, в общем, редко. Ну, бывает, бывает. И у меня встречались такие люди. А потом был театр. Вот, потом... Вот, посмотрите, как вы попали в театр. А, театр тоже, это такая очень забавная вещь. У меня был один замечательный педагог, к сожалению, мне покойная, Татьяна Васильевна Чередиченко, замечательный специалист по музыкальной эстетике, такой философ, историк. Она была просто замечательная женщина, умерла очень молодой, к сожалению. Вот. А у нее был такой, значит, приятель, который работал редактором в издательстве музыки. Она как-то к нему пришла какую-то свою книгу делать. И она говорит, слушай, ты вот... Он ей говорит, этот Владимир Охромков, как потом выяснилось, говорит, вот мне бы какого-то нужно молодого вот человека такого, подвижного какого-то композитора, но такого не что бы вот, а что, она спрашивает. Ну, в общем, он должен выйти на сцену, уметь играть джаз и продержаться, по крайней мере, как-то достойно на сцене за роялем, но еще при этом играя, значит... И она что-то про меня вспомнила и говорит, ну, надо попробовать. Говорит, а в чем дело? Говорит, ну, моя жена молодая, значит, тут режиссер Татьяна Охромкова, вот она ставит аж в театре самого Андрея Александровича Гончарова, в театре Маяковского, со всеми звездами первую свою работу. Ей нужна какая-то очень мощная опора. Это был спектакль «Круг» по пьесе Самарсета Моэма, где, значит, я должен был играть роль топера. Вот. Ну, топер, естественно, играет и, как в немом кино, сопровождает все действия. Но вживую играет. Вживую, да, за роялем, вживую. Причем там два рояля, я перебегал от одного к другому, какие-то мизансцены там, ну, конечно, такие выстроены были для меня, такие очень бережно, чтобы, не дай бог, я там что-нибудь особенно не особенно запутывался на сцене. Вот. Но когда я пришел туда, в театр, значит, первая репетиция, я тут как-то очень засмущался сильно, потому что вокруг меня сразу был, значит, Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Татьяна Васильева, Евгения Симонова. То есть это все такой... И другие звезды. И другие звезды, там, вообще уже, я не говорю, там, просто всех уже сейчас не перечислишь. Просто это было что-то такое. И они очень тепло как-то отнеслись ко мне. И музыку-то я написал. А вот потом началось как бы для меня самое такое волнующее, когда это надо было выходить на сцену. Ну, первые несколько спектаклей меня как-то так немножко потрясывало, потому что ведь не только думать о том, как сыграть, как что, но ведь я же не учился актерскому мастерству. Да, здесь надо быть актером. А они еще, они еще артисты, они как бы в своих монологах, обычно они там смотрят в зрительный зал, а тут еще они ко мне обращаются. То есть они решили как бы прикалываться. Да, да. И я сижу, значит, в этом канатье, значит, это... Но артисты вообще любят прикалываться. Их хлебом не корми прикалываться. Это вообще замечательное для них развлечение. Вот. И я как-то так вот должен был реагировать, что-то такое. Ну, в общем, вроде как сто спектаклей я в результате отыграл. Сто спектаклей. Но вы не только отыграли, у вас огромный список спектаклей, в которых вы принимали непосредственно участие как автор, как композитор. Как автор, да. И не только в театре, но и в кино, и на телевидении. Хочу сказать, вот для тех, кто не знает, Алексей композитор такого известного фильма, как «Бригада», да, вот так... Ну, да. В том числе и, да, будем говорить так. Да, да, да. Как «Бригада», но как и «Штрафбат», например. И как «Штрафбат», да, кстати, прекрасный фильм. Я его с огромным удовольствием смотрю. Да, к сожалению, недавно вот ушел сценарист Эдуард Володарский. Жизнь буквально на днях. Замечательное кино тоже. У меня как бы все время контрасты какие-то. Да, Алексей, мы сейчас к этому вернемся и к театру и кино еще. У нас есть один вопрос с сайта. Молодой человек по имени Максим из Санкт-Петербурга пишет. Мне 26 лет, мне нравится писать музыку, хочется этим жить. Но как сделать это еще и источником дохода? Сейчас приходится работать в программистской компании. Есть музыкальное образование по классу аккордеона. Поступил в университет кино и телевидения. Подскажите, куда двигаться? Двигаться только вперед. Если Максим чувствует необходимость писать музыку, он должен этим заниматься. В любых условиях. Понимаете, никто эти условия не создаст. Я хочу сказать, что очень много композиторов и вообще деятели культуры, а предположим, или ученых какие-то пишут книги. Всем кажется, что они за эти книги что-то получают или за эту музыку. Очень многие зарабатывают другим и параллельно занимаются тем, что им нравится. Я считаю себя в данном случае, конечно, это просто повезло, потому что я получаю деньги за то, что мне нравится делать. Но это счастье, понимаете? Заниматься это не работа, это занятие. А Максиму я пожелаю не бросать это дело, потому что если он чувствует в себе эту необходимость, вплоть до какого-то... Мне кажется, что в талант это вопрос количества тоже, потому что без наработок, без постоянной попытки создать что-либо невозможно. А как сделать из этого источник дохода, это вопрос удачи. Это никак не происходит. Это вопрос удачи. До того, как я попал в театр Маяковского, я пришел из армии и пытался устроиться как композитор. Я помню, как меня свели с каким-то театром, студенческим театром. И я пришел, сказал, что здравствуйте, вот моя фамилия Шалыгин, зовут меня Алексей. Меня так посмотрели, ну и что? Я говорю, вот я композитор, я эту консерваторию закончу, я хочу вам музыку написать. Они говорят, ну нам уже пишут. Ну все. То есть мы работаем с другими. Мы работаем с другими. А при этом ведь самое сложное что? Это же замкнутый круг. Если вас не исполняют, то вас не знают. Если вас не знают, то вас не исполняют. Особенно тогда, когда сейчас есть возможность, например, что-то там в интернете вывесить, послушайте мою музыку. И есть такие сайты. Я считаю, что это большое счастье, большая радость. А тогда вообще, ну куда деться? Ну где я это вывешу? Где я это все буду показывать? То есть вот, если я могу подвести такой краткий итог из ответа на этот вопрос, вы можете рекомендовать нашим слушателям, для того, чтобы добиться какого-то успеха в своей жизни, надо следовать мечте. Безусловно. Что-то делать и заниматься тем, что нравится в жизни. Безусловно. Ну что же, это программа «Ужин для чемпионов» на Финам.ФМ. Мы вернемся в студию после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам.ФМ. И мой гость, композитор Алексей Шилыгин. Человек, который написал огромное количество музыкальных произведений для театра, для кино и для телевидения. Если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, если вас интересует, как это сделать, пожалуйста, задавайте ваши вопросы нашему гостю в прямом эфире. Наш телефон 651099,6, код города 495. Это можно также сделать на сайте по адресу www.finam.fm прямо сейчас. Итак, мы с вами говорили о композиторском ремесле. И вот знаете, Алексей, когда я читал вашу биографию, меня удивила одна такая вещь интересная, что когда вы защищали диплом, тема вашего диплома была выразительное средство рок-музыки. Да, но это еще один такой был парадокс. Расскажите об этом, это интересная вещь. Да, это вообще, конечно, парадокс. Просто, ну, сейчас 2012 год, я не знаю, там, молодое поколение вообще этого, может быть, не сможет понять, в чем, как говорится, подвох. Но это тема диплома в советском учебном заведении. Это тема диплома в советском учебном заведении в 1984 году. Вот, чтобы вот так осознать, еле-еле там просто какие-то ростки давали, показывали по телевизору. Абу. И Бонни-Эм. Да, там Бонни-Эм, это казалось, что это вообще, это обычно где-то по ночам мелодии ритма зарубежной эстрады. Вот. И это все ждали, когда это произойдет, на Новый год, все ждали, в районе трех часов начнут показывать. Я это прекрасно помню. А тут, значит, я как-то эту тему пробил. Вот. Потому что я вообще не касался идеологии, главное, не касаться было идеологии. Поэтому она называлась именно выразительные средства рок-музыки. То есть я писал о рок-музыке как о рок-музыке, а не о том, какие там идеологические, значит, буржуазные основы этого тлетворного, значит, явления как рок-музыка. Это, в общем, была бы как музыка протеста, рок-музыка всегда была. Да, да, она как музыка протеста. Она, в общем, есть в принципе музыка протеста. И она музыка такая, ну, в определенной степени, тогда это была музыка разрушения. Да, да, да. Такое-то абсолютно было и протесты, разрушения, и это все очень было так активно. Это совершенно не как сейчас. В общем, мне сейчас кажется, что в основном сейчас конформистские тенденции такие вот действуют в этой зоне. Ну, сейчас скорее не рок, а поп-рок. Ну, да, да, да. Тогда-то рок настоящий был. Вот, и я уже говорил о Татьяне Васильевиче Дниченко Которая была оппонентом, которая вот сама этим интересовалась Это редчайший случай, но она была молодая женщина Вот, и как бы ей это интересовало И мой научный руководитель тоже Вячеслав Вячеславович Медушевский Вот, это были как бы молодые еще люди Ну, Медушевский постарше, но тем не менее Они так были очень прогрессивны И все-таки удалось как-то эту тему сохранить Но было другое смешно, как говорится Когда на мою защиту в консерваторию стали приходить какие-то волосатые люди В тертых джинсах А вы там вставляли какие-то музыкальные отрывки, кусочки? Нет, вы знаете Ну, ведь надо описать, что такое изобразительное средство И дать какую-то пример Я понимаю, о чем вы говорите Мне не советовали это делать Потому что в свое время, я помню, когда я просто сел в какой-то из аудитории И начал просто наигрывать джаз Кто-то заскочил и сказал Не смей, ты вообще, ты хочешь в армию раньше времени улететь вообще? Сейчас тебя тут же вообще уберут отсюда Завкафедра и композиции кричала Это же джаз! То есть это как ругательство Как будто матом Ну, как будто матом, да То есть это все было очень такое сложное явление Но когда, значит, на диплом собираются же люди Ну, там и педагоги, и твои сокурсники Еще кто-то, кто заинтересовался Это же дело открытое В общем, набился битком зал Но когда туда стали входить, значит, эти хипари Вот, это было, в общем, такое явление Все так, господи, куда они идут? Откуда они узнали? А вы знаете, ну, просто они Предположим, я же в группе играл А вы еще и в группе Да, конечно Я на... Ну, клавишные, конечно, клавишные Мы играли такой, значит, такой серьезный прогрессив рок Вот А параллельно, значит, надо было зарабатывать Вот А параллельно аккомпанировали таким советским певцам Мы с концертом и числились Вот Для того, чтобы играть прогрессив Надо было при этом, значит, как-то еще зарабатывать чего-то Все равно на эти деньги, которые там в консерватории Не проживешь Надо было как-то подрабатывать Но даже было не в этом дело А надо было просто... Мне хотелось играть Так вот, просто, предположим, вот люди, с которыми я играл в группе Да У них есть друзья У них есть друзья А у друзей есть друзья Да Руководителем нашей группы был председатель Зернового союза России ныне Аркадий Злочевский Можете себе представить? Ну, да Вот И Аркаша очень был замечательный совершенно музыкант Вот И что вам поставили в результате за экзамен? Вы знаете, ну, пятерку поставили, я все это делал Потому что там, конечно, были некоторые возражения против темы Мне трудно представить, как можно не иллюстрировать выразительные моменты Выразительные средства без иллюстрации Как это можно? Ну, вот, потому что просто подумали, что совсем уже будет Как-то мне вот этот Вячеслав Вячеславович говорил Душевский мой, вот этот руководитель Он говорил, что, может, давайте не будем, давайте, не надо Тут сейчас услышат А так вроде что-то такое, какая-то абстракция Я хочу сказать, что, в общем, все прошло хорошо Потому что особенно и возразить-то было некому Потому что никто этого не знал Я имею в виду, у них старая школа Они откуда это знали? То есть это, в общем, такой был полускандальный такой тоже момент в моей жизни Я понимаю Ну что же, мы продолжаем нашу программу Это программа «Ужин для чемпионов» У нас в студии Алексей Шилыгин Я приглашаю всех наших слушателей задавать свои вопросы В прямой эфир по телефону Номер 6510996, код города 495 Алексей, вот, возвращаясь к теме нашего разговора Композиторское ремесло, творчество или конвейер? Вот, я понимаю, что это крайности Ведь существует небольшой список композиторов Который у всех на слуху Например, там такие люди, как Крутой, Укупник и так далее Это люди, которые пишут для нашей, условно говоря, большой эстрады Но их немного И в то же время, вот, вы говорили о том, что вы не только пишете музыку, но и зарабатываете этим Вот где вот эта грань? Как сочетаются вот эти две вещи? Композиторское искусство и понятие ремесла, творчество и конвейер? Хороший вопрос, замечательный Могу так ответить Дело в том, что у меня были некоторые возможности Работать в той сфере, в которой работают выше названные композиторы Вот Я просто, как бы, не захотел этим заниматься, честно скажу Вот, потому что у меня какой-то такой вот другой взгляд на то, что я мог бы сделать в музыке И вот я попал в театр Вот И, конечно, это было первое мое такое крещение И первая моя удача А дальше у меня была большая удача Что я попал тогда в Государственный институт театрального искусства, в ГИТИС Вот, потому что... Вы педагогом работали? Да, по музыкальным руководителям курса Леонида Фимчихи Хейфица Вот, я работал Олег Львович Кудряшов, замечательный педагог Выдающийся педагог, режиссер Который сейчас работает, дай бог здоровья Вот, позвали меня Я... Первое, значит, я ушел из театра Маяковского Потому что у меня должен был быть выбор Я, как бы, поеду во Францию проводить мастер-классы вместе с Олегом Львовичем Кудряшовым Или из театра никого не выпускали Там была просто такая вот система тюремного, скажем так Потому что Андрей Александрович был великий режиссер Но он был абсолютный деспот, диктатор И, наверное, это в каком-то смысле хорошо было Но вот мне пришлось выйти из моего любимого театра Который я до сих пор люблю Вот, и я поехал, значит, первая поездка во Францию Это был 91-й год А потом Кудряшов предложил мне прийти на курс Где он преподавал, значит, у Хейфица Вот, на этом курсе учились ныне очень такие известные артисты и режиссеры Вот Ну, вы можете какие-нибудь фамилии назвать людей, кто учился тогда? Ну, Виктория Толстоганова, например Я говорю, ну, моя ученица стала Растойная дама Вот, Андрей Кузичев Там, господи, сейчас чтобы Замечательные там режиссеры Вадим Данскер очень много сейчас в театре работает Ольга Субботина Очень хорошо люди играют в театрах Такие они как театральные известные артисты Вот Это, ну, просто Конечно, для меня это было счастье и радость Вот, с одной стороны Но у меня подрастал ребенок И мы с моим, значит, и как-то мой друг Это я, видите, как долго отвечаю Но вы сейчас поймете, почему я так долго отвечаю Вот, и мой друг предложил мне Значит, Михаил Чумаченко Который ныне профессор уже ГИТИС Вот, он мне предложил Пойти на халтуру И привел меня в одно, значит Место, тогда еще маленькая такая фирмочка была Дикси Теперь она огромная Дикси-медиа Которая выпускает вообще просто Ну, в больших объемах Значит, киносериалы там Ну, в общем Но тогда это было такое И там они делали программы Я говорю, я начал в кино Практически С такого Весьма сомнительного Такого скользкого, значит Момента Если это можно так назвать Значит, это был такой тележурнал Спид-инфо Я помню Вот И вот, значит Меня пригласили подхалтурить И подписать туда музычку Вот Потому что надо было как-то зарабатывать Вот Но благодаря этому Я, значит Познакомился И с Ефимом Любинским Который, значит С Александром Левиным Продюсером И с режиссером Василием Пичевым Который в тот момент Значит, затеяли делать программу Куклы О нем слышали Мои там, значит Эти все Опусы Опусы, да Он говорит Слушай, как-то это так Театрально как-то Ну так как-то Это ярко Ярко, да Потому что Это вроде как Так попадает И мне, значит Предложили этим заняться И дальше у меня был большой Опыт С программой куклы Ну что такое Это телевидение в большей степени Это телевидение Да Это пока телевидение Вот Но понимаете, что такое Работа на телевидении Куклы Это делалось Каждая программа Индивидуально И это чистый конвейер Вот как раз Одна наша тема Вот на Да Но при этом В этом конвейере Не допускалось Каких-то Ну таких Банальных решений Потому что там работали Замечательные режиссеры Вот Василий Пичев Там Николай Дост Кто только не делал Ван Киасашвили Да Вот Там кто только Это не делал вообще И там я с ними Познакомился И у каждого Был свой взгляд И При всем Конвейере Надо было Как-то ухитряться Делать все-таки Оригинально Скажем так Вкусно Чтобы это было Ну да Вот И Тут я И получил Большую школу И понял Что конечно Да Конвейер Конвейером Вот Но все-таки Надо уметь Работать На конвейере Работать творчески Творчески Да А дальше Вот то что я Например сделал Там очень много сериалов Это же тоже Конвейер Вот И Но тоже Я сохранил в себе Как бы этот навык В этом мое везение Что я сразу попал Вот в такие обстоятельства Потому что Ну Потом для композитора Очень важно Иметь крепкую психику Честно скажу Потому что Не все нравится Не всегда Режиссер Говорит так Как мне хочется Иногда Иногда Бывают режиссеры Которые ничего В музыке Не соображают Разговаривают На птичьем языке Приходится их переводить И начинаешь Из-за этого заводиться А надо Очень спокойно И позитивно К этому относиться То есть В общем Ну да И вот я подвожу Такой краткий итог По темам Каким человеком Надо быть Для того Чтобы в этом работать Вот что я для себя уловил Это надо быть Во-первых Смелым И во-вторых В верном своей мечте Совершенно верно И тогда Оно как-то будет Будет так Как мы хотим В нашей жизни Да Насчет смелости Вы абсолютно прав Потому что Кто боится Вот так к этому Приближаться Это достаточно Действительно серьезно Это Такие Такие щупальцы Из которых Потом не вырвешь Только надо уметь В этом Сохранить То есть вы ставите Как бы вот Пан или пропал Да Ну да Не но надо Вставлять барьеры Надо себя сохранять Изнутри Вот вы Упомянули Сериалы Да Ну вот Одним из самых Известных И скажем так Ну я бы не сказал Любимых Но скорее Замеченных Сериалов На нашем телевидении Но кроме сериала Штрафбата Которым вы говорили До сериала Бригады Вот расскажите Пожалуйста Вот Может быть Были какие-то Интересные моменты Связанные с сериалом Бригада Он такой у нас Стал эпохальный Ну да Не но сериалом Бригады Вообще Сериал Бригады Это сам по себе Один интересный момент Во-первых Я До этого Сдел Еще Так Немножечко Какие-то такие Детективно-криминальные Значит Сериалы Знаете Был хороший сериал С Николаем Достолем Гражданин Начальник Там где Замечательно Играл Юрий Степанов Вот И А в это время У меня там было Концерты Чтобы не соврать Вивальди Оркестр Играл На музее Чайковского А я все время Значит И они все время Звонят И рассказывают Про какую-то Бригаду Я думаю Да господи Ну мне сейчас Я понимаю Конечно Надо писать Деньги зарабатывать Но только не сейчас Вот сейчас Мне это совсем не нужно Потом думаю Что это такое вообще Вот И в результате Меня просто Через общего Знакомого Меня заставили Хотя бы Повстречаться с режиссером Но когда я встречался С режиссером Мы с ним просто Очень сошлись С Лешей Сидоровым Вот Он Как бы это все Мне показалось Достаточно интересным Масштабным И я так сразу понял Что кто-то это будет Ненавидеть А кто-то это будет Очень сильно любить Вот Ну и как раз Конечно Это было Самое большое Такое противоречие Из-за которое Меня потом Кто-то ругал Кто-то Кто-то хвалил Это между Вот этой основной темой Которая Является Такой Драматической Я бы сказал Такой Романтико-драматической Ну да Вот В романтике Это все и дело Потому что Меня корили за то Что я потакаю Романтизирую Своей музыкой Вот этих вот людей Апологетика Апологетика Бандитизма Бандитизма Ну понимаете Про музыку вообще Так нельзя говорить Музыка Это сама по себе Она Это не литература Это искусство Которое Совершенно Абстрактно И больше всего Влияет на эмоцию Поэтому Там вот Это вот Была эта тема Которая сразу По Абсурдам Что называется Понравилась Сидорову И Конечно Она В общем Она сыграла свою роль А дальше Было еще более забавно Когда я сидел в кафе После тяжелой работы И вдруг я слышу Что Это Пи-пи-пи-пи Что-то там пикает Это был самый популярный Рингтон Кстати В свое время На мобильной телефоне Жалко, что в то время За это никто ничего не платил Это не считалось Да Вот И Я могу сказать Что я тогда почувствовал Что наверное Я тихо Уже схожу с ума Потому что Ну что же Я уже звуки какие-то слышу Причем странные Вроде как это А это еще было Такое воспроизведение Знаете Такое очень примитивное Такое Пищащее Это было даже Не полифоническое Тогда все доголосное Такое было Ну вот Так что Бригада Это конечно Но с другой стороны Да Вот Куда не придешь Все равно начинают с бригады Что Что уже делать Что уже делать Я Нет Ну почему Я не начал с бригады Обратить Нет Вы не начали Я начал Срок музыки Потом вот Вы упомянули Бивальди Оркестр в зале Чайковского И бригада То есть это показывает Что Вот Ну Вы очень разносторонний Человек Ну что же Мы с вами поговорили о том Композиторское ремесло Творчество Это Эли Конвейер Спонсор нашей компании Программы Компания АБ Тренинг Мы продолжим Через мгновение Итак Мы продолжаем наш разговор Я Андрей Бубукин Ведущий программу Ужин для чемпионов На радио Финам ФМ Мой гость Алексей Шилыгин Прекрасный композитор И мы обсуждаем Тему Связанную С композиторским Ремеслом Или с композиторской Работой Творчество Это Эли Конвейер Если вы хотите Добиться успеха В жизни И стать настоящим Чемпионом Если вас интересует Как это сделать Или у вас Были в жизни Подобные случаи Задавайте вопросы Нашему гостю Мы в прямом эфире Наш эфирный телефон 6510996 Код города 495 Вопрос можно Также задать Через интернет Через наш сайт По адресу www.finam.fm Прямо сейчас Кстати И у нас есть Вопрос с сайта Михаил спрашивает А как вообще Это происходит К вам приходят И предлагают К какому-то фильму Написать что-то К какому-то фильму Или программе И к какому фильму Или программе Вы бы никогда Не стали писать музыку Да Происходит Что предлагают Да 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 Предлагают Приходят и предлагают И я могу сказать Что я не всегда соглашаюсь Вот когда вы соглашаетесь Когда нет От чего это зависит Вы знаете Это зависит От качества материала Который я смотрю Очень часто Как бы Есть Такие вещи Которые мне Абсолютно Не нравятся Я не люблю Бессмысленные Сюжеты Бессмысленные Сценарии Такие Как бы Но Я вот сейчас хочу Сразу Я имею ввиду Когда Я люблю Вообще кино Про людей В чем бессмысленность Понимаете Сейчас вообще В основном Очень Про многое Снимают Но как-то Про людей Меньше всего Или Люди Становятся Какими-то Носителями Каких-то Неких Таких Формул А не такие Маски Просто Театр Дель Арт Этот Плохой Этот Хороший В связи с этим И выхолощивается Актерская Профессия Потому что В основном На роль Хорошего Берут Вот такого Человека С хорошим Добрым Лицом И этот Артист Будет Всю жизнь Играть Хорошего Доброго Человека Ну и так Далее Так вот Я Девала Я честно скажу Не всегда Получается Более того Я могу Сказать Что Предположим Я не всегда Читаю сценарии А иногда Бывает такое Что прочитаешь Сценарий Думаешь Какая чушь Но от сценария До Экранного Воплощения Проходит Очень большой Очень большой Промежуток И вдруг Кино Оказывается Очень хорошим То есть То что написано Не всегда Соответствует Тому Что потом Мы видим На экране И понимаете Я в этом смысле Когда отказываюсь Я сейчас Очень осторожен Потому что Я боюсь судить Честно говоря Есть вещи Которые Я не обсуждаю Как бы сценарно Я их не читаю Доверяясь Уже тем людям С которыми Я работаю Вот То есть Это такая Вещь Все это По разному Устроено Но Было несколько Моментов Вы знаете Очень часто Отказываюсь По каким-то Соображениям Просто связанным С тем Что Перегруз идет Уже Понимаете У меня И так Сейчас В работе Будет скоро Четыре Огромных Проекта Ну куда Еще Там Скажем Пятый Или будет Пять Куда Там Уже Шестой Все-таки Тогда Я боюсь Как бы Не сказалось На качестве Алексей Алексей У меня Вот В связи С кино Такой вопрос Одна есть вещь Которая меня Очень заинтересовала Вы были автором музыки Для фильма Небо Самолет Девушка Да Это Известный ремейк Фильму Еще раз Про любовь Да Который В свою очередь Является Экранизацией Ну такой Определенной Экранизацией Пьесы Радзинского Да Который назывался 104 страницы Про любовь Скажите пожалуйста А вот когда Вы брались за эту тему Вот У вас не было ощущения Что Еще раз Про любовь В котором была Прекрасная музыкальная тема Которую там Многие до сих пор Помнят и допивают Что вот Не давило ли это на вас Вот Как вы искали Свою Свою тему Да Очень хороший вопрос Во-первых Я очень благодарен Этому фильму Этот первый фильм Который Который мне Который мне позволил Выйти из стереотипа Потому что Это было сразу После бригады И как только я Значит Вот Написал музыку К бригаде У меня пошли Только запросы На аналогичные фильмы Вот только На аналогичные фильмы Вот Только про Бондивитов И И все И тут значит Вот такое предложение Было Я просто очень Со стороны Режиссера Веры Сторожевой И Рената Литвиновой Я подумал Господи Вот Конечно Чувствую Большую ответственность И на меня Действительно Это тема Замечательная Про кораблик Там Это песня Все это Думаю Ну хорошо Но зато У меня есть возможность Поработать Наконец В другой Какой-то области И сделать что-то И Я понял Что В общем Надо найти Какую-то свою интонацию Это хорошо сказать Найти какую-то Свою интонацию Да В этом смысл Отличную Отличную от того Что Не отличную в смысле Отличную Ну и отличную тоже Котехно Почему нет Но отличную от того Что было в предыдущем кино Которое на тот момент Все-таки Ну там Тем более старшее поколение Это вообще культовое кино Если это помнили Это был суперфильм Он остается таким Да он остается Конечно Это не значит Что что-то хуже Что-то лучше Он был гениальным Он остается Замечательным Тоже Прекрасным фильмом Вот И я понял Что в общем После разговоров И с Ренатой И с Верой Сторожевой Я как-то понял Что Я не буду Сильно оригинальничать Нужна какая-то Очень проникновенная И красивая тема Я не буду Понимаете Если там была лирика То здесь я сделаю Какую-нибудь Физику Какую-нибудь физику Там Нет Я просто И я сделал это Чисто музыкальными средствами Я подумал Что просто надо написать Хорошую музыку Да Потому что музыка интересна Она действительно Подчеркивает содержание Это я не то Что себя хвалю Понимаете Что я написал Хорошую музыку Это другим судить Я подумал Что надо бы Написать Как слушатель Как зритель Скажите пожалуйста Вот Анна спрашивает Сайт А вы сами делаете Аранжировки Своей музыки Скажу честно Значит Как это все происходит Значит Для оркестра Я пишу сам Я оркестровщик Электроникой Я владею плохо Можно даже сказать Что совсем не владею Потому что Это только сейчас Начали в консерваториях Изучать все эти вот Штуки И как бы Аранжировку электронную Делает мой друг Владимир Сайкон Мы с ним вместе работаем И записывает Потому что Он в этом деле Профессионал Он кстати И композитор замечательный Вот Но он мне помогает Это делать Но например Аранжировка Из чего еще состоит Например Выбрать инструмент Которым это будет Играться Понимаете Но это Это мое Инструментовка Это мое Это инструментовка Это мое дело Но зато он может Предложить там Массу интересных Каких-то электронных Там ритмов Каких-то звуков Понимаете Которые Которые я просто Вот отбираю И мы вместе с ним Это делаем То есть это такое Мы вместе это Конечно Делаем И я очень сожалею Я боюсь Что наверное Так это и не получится Потому что Тогда надо все бросить И только заниматься Компьютерным Обучением Именно вот связанное С музыкальными программами Со всем этим Это Занимает огромное время Просто Ну если перестану Заказывать музыку Можешь я как раз Сяду этим займусь Не может быть Нет я все равно Этим не займусь Потому что я тогда Буду писать для себя Я уже Остановить-то Это же пояс невозможно Процесс невозможно Виктория спрашивает Очень нравится сериал Глухарь Которому вы написали музыку Сейчас вышел Карпов Это тоже ваша музыка И будет ли продолжение Отвечаю Глухарь моя музыка А Карпов По предложению Сценариста Ильи Куликова Сделан частично С моей музыкой Но все основные Ритмотивы Это Как бы Вариации На классические Замечательные Произведения Я Это для меня Была очень новая работа Я не ожидал Такого Ну Просто мне это было Очень интересно Я с этим согласился Это как-то парадоксально Но мне например Вот просто нравится То Вот это вот сочетание Там очень жесткий сюжет Очень жесткие события И как бы Классическая музыка Она смягчает нравы Скажем так Сама классика Она смягчает нравы Она Это Мне кажется Очень ценным качеством И я Просто Очень рад Что так получилось Кстати Это абсолютно не формат Я бы сказал Вот это вот не формат Да Вот кстати А слово формат Сейчас на радио Очень часто звучит Это формат Это не формат Вот как вы понимаете Что такое формат С вашей точки зрения Как профессионалы Музыканты Композитора Вы знаете Формат Я никак не понимаю Что это такое Но я понимаю Я понимаю Что некие Значит Скажем Такие сообщества Которые представлены Каналами Или радиостанциями Или продюсерскими Группами Они себе Как бы представляют Некую ту продукцию Которую они будут делать И для них Начинает формулироваться Ряд Качеств Которые должны Вот сопутствовать Этому продукту И в результате Видимо Появилось такое слово Формат То есть это в формате Этого продукта То есть например Ну если мы Какой нибудь Там Вот то что я говорил Не формат Вот такая вот Жесткая криминальная История Но правда С огромным там Психологическим наполнением Драматическим И все Вот например Как это Как Карпов Да Но все равно Это не формат Туда Не может там быть классика Все равно Надо было очень Греметь в барабаны Там Стучать В общем Звуки страшные Пускать Но они там есть Немножко Но это Как говорится Не суть Вот Там есть И моя музыка Есть и классическая И свою музыку Кстати Моя музыка Тоже сделана Принципиально В стиле Классических традиций Это принципиальный Но это тоже Определенный формат Да Но я его сам создал Но вот например Это не формат А формат Это что Вот например На какой-нибудь радиостанции Они представляют себе Что там Они Представляют Что это слушают Девочки 15 лет Только девочки И только 15 Может быть 16 И тогда они понимают Что им надо Им надо пролубов Им надо там Значит Это И чтобы так Не очень нагрузно И чтобы танцевальненько Вот это формат То есть это стилистика Направленная на удовлетворение вкусов Определенной целевой аудитории Ну да Целевая аудитория Целевая аудитория Которая По их мнению Соответствует Значит По мнению Вот людей Которые это создают Соответствует Вот этой целевой аудитории Вот Вот что такое формат Хотя все равно Мне непонятно Откуда берется этот термин Поскольку А очень многие разговаривают От имени народу Народ это не поймет Но это мы уже проходили Это в истории нашей страны Это уже проходили Народ это не поймет Это Народу это не интересно Народу это не интересно Вот Во-первых И Всегда так удивительно Я думаю Откуда этот человек Про весь народ-то все знает Вообще Как он бы себе представляет Наша страна советовала Все любят давать советы Ну да Ну в результате вот так Елена пишет Я знал Алексея Как интересного композитора А сейчас слышу Что он еще очень Интересный человек Спасибо Спасибо Елена Игорь пишет Бывает ли у вас Такое Алексея Вы слышите произведение И говорите себе Жаль что я его не написал Не я его написал То есть вот какие-то элементы Условно говоря Белой зависти Да 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 Очень часто бывает Вот понимаете Вообще вся мировая классика Очень жалко что я ее не написал Вот И очень много Есть очень хорошие музыки Которые я очень сожалею Что я ее не написал Но я бы ее Поэтому это и я Что я ее не написал А к творчеству кого Из композиторов современности Вы относитесь по особенному То есть современных Кто вам больше нравится А вот современных Каких имеют люди ввиду Потому что сейчас Большая путаница Современная музыка И современной музыке Оказывается и попса И это Я имею ввиду Если брать например Современных Академических композиторов Мне ближе всего Арво Пяргия Кончели Владимир Мартынов Вот я вот последнее время Много слушаю Мне очень Это вот мое И как бы Валентин Сильвестров Это вот Люди которых Композиторы Творчество которых Я глубоко уважаю Вот Это если говорить О академической музыке Вот Мне кажется что В моей зоне Скажем На моей территории Я сейчас не беру Наших классиков Но на моей территории Замечательно работает Там Алексей Айги Вот Это вот если так Вот К этому подходить То есть это скорее серьезный Я не хочу сказать Серьезный и несерьезный Да Но то есть Это композиторы Которые больше пишут В каких-то Академических традициях Понимаете Вообще писать Для кино Кстати Это же Это же был ход Вы понимаете Потому что Академическую музыку Писать Это же Ну понимаете Это исполнит Через 100 лет А хочется Чтобы все-таки Чтобы сейчас Чтобы сейчас И это Это всегда было такое Это и в советские времена В нашей стране было Транслировать как-то себя Через кино И при этом Тогда Вы не попадаете в попсу Вот И можете И деньги зарабатывать И вроде как Понимаете Не всегда Бескомпромиссно Честно скажу Не всегда Бескомпромиссно Но все-таки Как-то транслировать То что вы Считаете нужным Вот Работать Писать Как-то транслировать Свою музыку Понятно Алексей У нас с вами осталось Пять минут Я предлагаю вам Сыграть в короткую Интеллектуальную игру Которая называется Необитаемый остров Так Игра заключается в том Что я вам сейчас Задам пять вопросов И попрошу вас Дать короткие ответы И может быть С небольшими Пояснениями Почему Вот представьте Представьте Что вы оказались На необитаемом острове Какие бы Три книги Вы взяли с собой И почему Я бы взял Войну и мир Я бы взял Томаса Мана Доктор Фаустас Вот И я бы Взял Предположим Такую вещь Как Рассказы Чехова А Какие бы Три музыкальных Произведения Вы бы слушали Время от времени Вот это Жуткий вопрос Это совершенно Немысливый Появитель Есть же у вас Какие-то личные Пристрастия Ну есть конечно Но все равно Это слушать все время Невозможно Несмотря на всю Любовь Ну хорошо Время от времени Время от времени Я бы слушал Ну вообще Это не надоест Все равно Я бы слушал Музыку Рахманинова Музыку Генделя Третий Да И третий Рахманинов Генделя Ну я между Моцартом И Моцарт Ну хорошо Моцарта Фортепианные концерты Даже уточню Фортепианные концерты Да А какие три предмета Вы взяли с собой Три предмета Ну не знаю А какие у нас предметы бывают Да все что вас окружает Посмотрите вокруг Ой ну вы знаете Ну наверное На обитаем острове Компьютер ты не нужен Правильно Думаю нет Ну наверное Чашку Ложку Тарелку И ножичка Обязательно Да Ну это будет четвертый Ну тоже Пусть будет четвертый Спасибо Спасибо что разрешили Вы работали в кино Какие три фильма Вы бы с удовольствием Пересматривали на Необитаемом острове Время от времени Я бы пересматривал бы С удовольствием Такие Вот Практически Я бы смотрел бы Любой фильм С Марлоном Брандо С Бетти Дэвис С Бетти Дэвис Это абсолютно классика Вот И Любой Я просто сейчас не могу Их всех назвать И Я бы Я бы смотрел бы Какой-нибудь Вот Одну из Не знаю Хороших Добрых Комедий наших Которые Которые были у нас Ну а что это Или французскую Например Какой-нибудь А вот что-то из того К чему вы приложили руку Из того к чему я приложил руку Я бы Вы знаете Я это Наверное так очень субъективно Я Не могу сказать что Я должен любить все Понимаете Почему должен Потому что Иначе я не смогу Настроиться на работу Если у меня будет Отторжение материала То я Я просто Не смогу работать Нельзя работать Не в любви К материалу Поэтому Про свои фильмы Я ничего не буду говорить Наверное там Все можно было бы Это кстати Может звучать Как рекомендация То есть Любить то Чем вы занимаетесь Это рекомендация Да Вы абсолютно правы Это рекомендация Иначе бессмысленно Или иначе Надо сразу отказываться Вот прям сразу И пятый вопрос Без кого Вам было трудно Обойтись На острове Имеется ввиду Без трех людей Без трех друзей Без близких людей Ну естественно Без жены Без дочерей Вот как раз Их И как раз Их Да И все Да Не ну семья Конечно Это замечательно Спасибо им большое Там За поддержку Алексей Профессии Алексей поделился Своими мыслями И своим жизненным И профессиональным опытом Спасибо Алексей Спасибо вам огромное Спасибо тем Кто слушал Задавал вопросы Вашим слушателям Спасибо большое Это была программа Ужин для чемпионов На радио Финам ФМ И я ее ведущий Андрей Бубукин Следите за анонсами Нашей программы Нашей программы На сайте www.finam.fm До свидания До встречи В следующий четверг 21.00 На частоте 99.6 ФМ До свидания До свидания